Десятки, если не сотни томов, написаны святыми отцами о молитве. Несомненно, многие читают их, и однако же практически современные христиане молиться не умеют. А весь смысл, вся тайна молитвы заключается в том, чтобы возлюбить Христа, и тогда сам Господь научит нас молитве. Сами мы ей не научимся, и никто другой нас не научит. Нам всем необходимо научиться любить. Любовь должна быть не как обязанность, а как жизненная потребность, ведь чаще всего мы обращаемся к Богу из-за какой-либо нужды, когда мы чувствуем свое одиночество, и нам нужна опора. И мы начинаем молиться. А почему же наши молитвы не бывают услышаны? Потому что мы не бываем достойны. А недостойны мы потому, что не любим ближнего, как самого себя. Ведь прежде чем приступить к молитве, надо примириться со всеми, кто обидел нас, попросить у них прощения, чтобы стать достойными. И что бы с нами ни случалось в течение дня, укоряйте исключительно только самих себя и никогда не оправдывайтесь. К тому же в молитве не будем просить материальных благ, но оставим это на волю Божию. И будем просить лишь о спасении души нашей и ближних наших. Но мы, к сожалению, чрезвычайно вещественные и приземленные люди. Поэтому и молимся Богу корыстно. Мы чаще всего просим, чтобы Он устроил все наши внешние дела. Чтобы все у нас шло хорошо и благополучно. Вопросы к здоровью нашего и наших детей. Молимся о материальном благополучии и успехах в жизни. То есть мы молимся по-человечески и потому корыстно. А молитва должна быть бескорыстной. К примеру, ангелы молятся не для того, чтобы что-то получить, а не молитвою свою славят Бога. Вот и нам надо научиться славить Бога. Тогда и Господь научит нас молиться. Аминь.